А что, ты испугался, да? А вам сколько лет? Ну, ты сначала поздоровался бы, а ты закричал, я думал, ты упадёшь. Здравствуйте. Добрый день, хороший мальчик такой, и так закричал даже страшный. Ты что такой боязливый-то? Я же тебе никакого зла не сделаю. А вот так, ты такую книгу читал когда-нибудь, вот такую? Да. И у тебя она дома есть такая? Это Слово Божие называется. Нам Господь Бог волю свою открыл через эту книгу. Что жизнь на этой земле временная, коротенькая. И когда человек умирает, он переходит в другую жизнь, не к червям. Это тело гниёт, а душа идёт к Богу. У человека есть бессмертная душа вечная. Это всё нам Господь открыл в этой книге. А сколько вам лет? 80. 80? Да. Вы видите, пользуются телефоном, что ли? А что, ты подумал, что больше или меньше? Я не знаю. Так а что? А у меня две голубятни в деревне есть, и здесь голубятни. У меня голуби. Я люблю голубей, у меня голубей много. Голубей много? Да. А где вы живёте? А город Барнаул, Алтайский край. А ты... Какие-то путешествия вам своего друга? Так, если хочешь больше узнать, зайди на наш канал. Он называется «Во свете Библии». Канал. Большой канал. Как называется? «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот эта книга Библия. Вот это книга подписчиков. 36 тысяч. А просмотров 35 миллионов. А вы сейчас на канал меня снимаете, да? Да. И ты вот если придёшь, ну, будешь ходить на наш канал, ты сам себя увидишь. Какой ты, как сначала испугался, а потом говорили. А вы через сколько выложите видео? Сколько чего? Через сколько вы выложите видео? Ну, вот если с тобой будем о многом важном говорить, то завтра будет. А если немного, то ролик маленький. Мне надо с другими будет соединять. Тогда появятся где-то дней через 10. Тогда надо будет просматривать, потому что в самом начале может быть другой. А когда вот ты сейчас вопросы будешь задавать, я буду отвечать. Ну, ролик получится на полчаса хотя бы. Значит, он будет один. Мне нужно, чтобы не меньше 600 мегабайт было. Ну, вот поговорить тогда с моим другом. Ну, давай. Только не отключайтесь. Запишите наш видеоканал. Добрый день. Добрый день. Как у вас дела? Да дела какие? Мы работаем здесь. У нас большой видеоканал. Во свете Библии называется. Запишите себе. Во свете Библии. Во свете Библии. А потом два слова. Игнатий Лапкин. Это я. И у вас откроется. Игнатий Лапкин. Какие хлопцы образованные. Смотри. Маленькие все знают. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. И вот вы зайдете на канал-то. И завтра даже. И увидите сами себя. Как мы с вами разговаривали. Как ты палец грыз. Там в УЗИ очень много увидите. Как у нас детский лагерь. Я начальник там. Как у нас мы строим деревню православную. Вам будет очень интересно посмотреть это. Это люди верующие все. У нас никто не ругается. Не матерится. Не ворует. Не лжет. Не курит. Не пьет. И мальчики. И девочки такие же. Растут. Понятно. Вы увидите, как у нас в детском лагере дети. Всем занимаются. Учатся всякому делу. Я был 45 лет начальником детского лагеря. Понятно. С юбилей. У меня голубятни. Хорошие голуби есть. Вы голубей любите? Очень люблю. У меня здесь голубятня в городе. И деревню 150 километров от Барнаула. И там две голубятни. А зимой я тут держу даже в коробке. В коробке держу. Такая коробка. И они у меня выводят голубят. Понятно. И утром воркают. Еще темно. Они как вот петух поет ночью-то. И голуби они рано начинают ворковать. Вот если ты будешь слушать долго куриц и кричат, тебе надоест. Гуси гогощат, надоест. А голуби воркают, никогда не надоест. Понятно. Откуда вы знаете? А да потому что я держу. Откуда я знаю? А вдруг мне надоест. Ну ни разу не было так. Вот бывает ты что-то устанешь или что-то. Я залезу голубям. Маленько там побуду. Я захожу и им говорю, голуби, Христос воскрес. Они голубь на бок так смотрят. Но я им начинаю тогда среди пшеницы семечки бросать. Они любят. Они все слетают, на руку садятся, подлетают. А гуманах, да? Как? Гуманах? Нет, я просто штец. Я верующий. Верующий. Я православный христианин. Поэтому мы ходим в церковь. Брат у меня священник. И вы зайдете, увидите, какие у нас мальчики, девочки, как они молятся. Вы таких никогда не видали. Это особые люди. Красота. Какие они спокойные. Как они концерт ставят на Пасху. Заучивают целые большие пьесы. Вот сейчас говорю, и там у меня в улице, я вижу, пролетели мои голуби. Они летят, турман в воздухе, переворачиваются через голову. Видел таких голубей? Нет, нет. Не видел. Ну, что сказать. Ну, вот у нас детский лагерь такой. Отовсюду к нам приезжали люди. Из Германии, из Франции. Из разных сторон. Вы были в этих странах? Где я был? Да. Ну, вот у меня вышло из печати 38 книг я написал, томов больших. И я подарить решил библиотеке мира. И мы из Барнаула доехали до Владивостока. Знаешь, где Владивосток? Да. Вот Тихий океан, Япония где. А потом мы проехали до Лиссабона, Португалия, Атлантический океан. Мы проехали все страны Европы. Скандинавию, Прибалтику. И везде мы книги дарили в библиотеке, молились везде. И мы все это засняли. На нашем канале очень большая информация. Очень большая. А вот если вы зарядите по скайпу, Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете. Поговорить, допустим, о Махото, вопросы какие-то узнать. По скайпу. Знаешь, как разговаривают? Да. Ну вот. А вы знаете Золотое кольцо России? Ну конечно, там Ярославль, от Москвы, которые идут. Там храмов много, поэтому золотое. А Суздаль знаете? Какое? Суздаль. Конечно, Суздаль. Мы там живем. Мы тут и живем. Вот как. Я знаю, у вас там был митрополит Валентин. Он принадлежал зарубежной церкви русанцев. Мы Суздаль хорошо знаем. У вас там святой... А село Павловское знаете? Что? Село Павловское. Павловское. А у нас свое село Павловск рядом. 50 километров от Барнаула Павловск. А их много. Нет. У нас город Владимир, Суздальский район, село Павловск. Вот. А их много Павловсков. А вот наша деревня называется Потеряевка. Их только две таких. А кто это у вас сзади спрыгнул? Кошка. У меня кошки хорошие. Есть белые, есть черные-черные. С галстучком таком, белая шерсть. И рыжая есть. Она им всем бабушка. Я уже пять кошек отправил в деревню. Скоро сам поеду. Рыжая, иди-ка сюда, мальчики хорошие. Рыжая. Ты что там? Ну. Иди сюда. Привет, Ютуб. Иди скорее. Давай. Вот какая красавица. Да, красивая. Смотри, она какая большая. Она очень интеллигентная. Никогда не посарапает руку, ничего. Вот, я охота на пол. Вон она какая. Да любит, чтобы гладить. Как я ее зову? Рыжая, рыжая. Прям так и зовут? Да, так и зовем. От белой я зову белая. А если черная, я зову черная. Понятно у вас. А если две рыжие? Ну, как две рыжие? Тогда мы говорим, большая рыжая или малая рыжая там. А мы не выдумываем никак. А вот собака у меня была, тут я называл Динго. А вот когда мы ехали путешествия, я книги дарил когда, мы проехали 120 тысяч километров. И с нами ездила собака. Собака немецкой породы. Она называется Ураган. Вы увидите, как он выполняет всякие команды. И он стал чемпионом России. Почему? А защитно-караульная служба. Он нас охранял в дороге. Когда мы спать ложились, а мы ночевали в лесополосах, чтобы утром в библиотеку попасть. И мы в день проходили 1030 километров каждый день. Вот так. А у вас в церкви далеко от вас храмы? Нет. А когда вы в храме были последний раз? В это воскресенье. Ох вы, молодцы какие. Нам, ребята, дружить надо с вами. Вы на наш канал заходите. А еще есть у нас сайт. Через Google, если Яндекс зайдете, сайт. Во свете Библии, знаете, Лапкин, сайт. И в этом сайте там 50 книг, моим голосом начитанные. Вы можете скачать, Библию слушать. Там все. Там я отвечаю на 4000 вопросов. Я в университетах вел занятия, радиопрограммы три вел. И мне вопросы задавали, а я на них отвечал. Это все на сайте. Как вам пришло в голову на ютубе сниматься? А я проповедник. Мне как? Слово Божие, чтобы распространять. Я давно уже в университетах вел занятия, в 13 школах одновременно вел. В техникумах, во всех отделах милиции, в воинских частях, на заводах и пабриках. А это надо распространить? Слово Божие это? Как? А вот интернет-то появился, теперь книги эти считают другие люди. И то, что я отвечаю на вопросы, это все на нашем ютубе. Вы его видите. Вот, допустим... А у нас есть одноклассник, у него папа священник. Вот. Это хорошо. А как его звать священника? Юрьев. Фамилия Юрьев. Фамилия-то, конечно, это Юрьев. А вы знаете, как переводится с Юрьев? По-русски это что означает? Юра. Нет, это означает Георгий по-гречески. И означает на русский язык землепашис, земледелец. То есть, крестьянин. А вы Юрий? Я Игнатий. Игнатий, имя, это означает неизвестный, незнакомый. Андрей. Храбрый. Алексей. Помощник. А Роман? А Роман это римлянин, в Риме родился. Ром называется. Цыгане любят называть друг друга романов. У них романов много. Понятно. Ну что, интересно? Да. Так, у каждого имени есть святой. И надо знать его житие. Вот Алексей, божий человек был такой. Был Андрей. Андреев было много. Андрей это есть первозванный апостол. Его Христос первого призвал. Брат у него был Петр. Это Андрей. А есть Андрей Стратилат, то есть военачальник. Так что, по календарю. На Глеб. На Глеб это имя-то славянское. Я кажется, у него и перевода даже нету. Были Борис и Глеб. Это сыновья князя Владимира. А потом они... Да, у нас во Владимирской области, в Судовском районе, есть храм Бориса и Глеба. Вот, Бориса и Глеба. А они, когда покрестились, их стали звать Роман и Давыд. Глеб это языческое имя его. И Владимир языческое. А князь Владимир крестился, его стали звать Василий. А Василий означает царь. Царь. А вы знаете, что обозначает Ольга? Ольга это славянское имя. У ней перевода тоже, кажется, нету. И так называли. Не может быть, было дело связано с каким-то растительным миром или что-то. Сегодня разные дают толкование. А Маша? Мария, госпожа. А Катя? А вот Катерина, я не могу сейчас сказать, забыл, наверное. Что, пришла рыжая? Она пришла сама, да красавица моя. Какая любит, чтобы... Зайдет на стол и сидит у меня здесь. Подожди. Ой. Погляди. Ну, давай, иди, иди. Давай, иди ты на ту сторону, иди. Ну. Какая хорошая. Давай, выходи. Давай, 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 давай. А вот Юлия как? Юлия? Да, наверное, родилась в июле. А у меня мама в июле родилась. Ну, это так, это первая, которую называли. Вот, допустим, девочка родилась, а у ней волосики светлые. Ее называют светлая. А по-грешески фатинья. А на русский язык переводится Светлана. А если... А вот, а Саша, Александра. Александра? Так. Вот, Андрей, это мужественно. Что-то я уже давно не смотрел, и точно сейчас не скажу. А Аня? Ладно, ребята, вы меня запутали уже. Я ребятишкам, когда в школах вел занятия, они любили. Я давно уже не смотрел, это мне сейчас не до этого. Я много времени провожу за компьютером. Каждый день 14-16 часов. Да. Ну, это вы монтируете, да? Как? Монтируете. Редактируете. Ну, я пишу, отсылаю в администрацию. У нас администрация, программисты, модераторы работают. Мне приходится материалы готовить, отвечать на вопросы. А они обрабатывают и тогда вставляют. А бывает многое необработанное. А вы помните Алену? Какую Алену? Которая плакала... Что, Козлика? Нет, как она переводится? Алена-то? Так Алена-то Елена. Елена означает факел. Факел, зажечь и идти. А Тамара означает пальма. Пальма, растение такое прямое. А Валя? Валентина означает сильное. Ну, у тебя что-то замкнуло диск. Не проворачивается. А Лера. А такого нет имени. Валерий означает живой. А Таня? Паня, Павел, малый. Нет, Татьяна. Татьяна? Что-то ты... Сейчас я не могу, наверное, точно сказать. Татьяна, что-то такое прям рядом где-то. Я могу посмотреть в календарь даже. Ты можешь даже в этом зарядить в Википедию-то и посмотреть. Там имена даются. Иногда не совсем точно, но хорошо переводят. Я вот когда вел радиопрограммы, я три радиопрограммы по радио вел, то имена не говорил так, что, допустим, Валя, она должна быть черноглазая. А вот какая первая была Валентина, какой она дала пример, как она жила для Христа, как она трудилась, как проповедовала. И тогда мы должны подражать им жизнью своей. А Кира? Кира, такого нет имени. А какое? Ира? Ира? Кира. Кира? Да. Я не знаю даже, Кир, это... Я что-то и не помню такого имени. Если Кирилл, это мужское имя. Ну ладно, про именами-то говорить. А вот вы Библию-то считайте, Евангелие. У вас память молодая, вы можете быстро изучать. А на каком языке вы в школе разговариваете-то? На русском? На русском? Там у тебя музыкальный инструмент, да? Где? А я подумал, что это кто-то... Что? Кто-то бренчал, мне показалось, на гитаре там брякал. Это телевизор. Вот какое дело-то. А у вас в школе-то язык какой иностранный? Английский. Ну а вы маленько уже понимаете? Да. Да. Чуть-чуть. Ну да. Ну и какие-нибудь слова скажи, какие знаешь. Добрый день. Здравствуйте, мой друг Андрей. Как ты? Как ты? Как ты? Не задерживай меня. Что я говорю? Я не понял, что... Скажи, пожалуйста. Говори, пожалуйста. Меня зовут Игнатий Лапкин. Мой имя Алексей. О, молодцы, ребята. Пошло у нас дело. Нам нужно, можно уже тройку ставить по-английски. У меня пять. Пять? Я тоже. О, так ты много знаешь, видать, уже. Ну да. Так, а как же у вас вопросов-то никаких нету? Вот, за стол садитесь. Мы хотим зайти на ваш канал. Ну, зашли уже. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Давай, заходи. Мы заходим. Давай. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Да, во свете Библии Игнатий Лапкин. Канал. Канал напиши сначала. Все, я увидел. Ну, и еще там. 36 тысяч подписчиков. Ну, я и говорил. Так это много или мало? Много очень. Ну, а просмотров 35 миллионов. Ну, ладно, ребята. Будем расставаться, наверное, если вопросов нету. Вы тогда завтра на канал заходите, после обеда уже, и вы сами себя увидите. Увидите. Хорошо, до свидания. До свидания. С Богом. Хорошие ребята у меня сегодня встретились. Спаси Христа.